6 июля С нами один из виновников сегодняшнего события и рекорда Дмитрий Шекуров Рекорд России с результатом 130 столов Объявляю рекорд официально зафиксированным Поздравляю! Как вообще зародилась концепция данного мероприятия и насколько это вообще было тяжело? Всем привет! Рад приветствовать на канале ТТ Лайф! Привет, Сёмыч! Мероприятие не новое, мероприятие проводится второй год В прошлом году на дне московского спорта, я думаю, было поставлено около 100 столов Конечно, не было такой массовости Мы попробовали провести работу над ошибками Думаю, у нас получилось Уже известно, что не менее 1000 человек приняло участие в этом мероприятии За 29 стол мы приглашали Конечно, но организовывать было тяжело, например, вчера Мы выставили все эти 130 столов, посмотрите, пожалуйста Помним рассветку! Рассветку! Воды! 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 Да, и после того, как пришло штормовое предупреждение, нам пришлось их убрать и убрать под трибуну лужников Ребята за вопрос взялись очень серьезно Сегодня в 6 утра начали делать снова, но трудности делают нас сильнее, все как в теннисе От этого удовольствия больше? Конечно От того, что это состоялось На самом деле очень приятно, что москвичи откликнулись на наш зов, пришли Тема тоже спасибо за то, что освещал и делал анонсы мероприятия Очень классно это, и было важно для нас Люди пришли, и мы попыли на самом деле рекорд массовости турниров с одновременной игрой на 130 столах Сейчас это называется рекорд Книги рекордов России Что, конечно, нам приятно, и мы очень рады Вы мировой не смотрели, сколько рекордов? В Китае, наверное, поставили? Ну, я думаю, что да, в Китае это могут поставить в супермаркете, как мы видели Но в России и в Европе, я думаю, мы показали хороший результат На самом деле важно не количество столов, не то, для кого это делается, казалось бы Это делается для народа, для людей, для любителей настольного тенниса И на самом деле программу мы так придумали, чтобы всем было интересно прийти, поиграть А у нас есть и ветеранские турниры, и детские турниры И сковородками Да, и турниры сковородками А вы вообще не отпускают сковородки люди Да, ребята, да, не отпускают сковородки Крутиловка, Царь горы, Тир И на самом деле классно, люди развлекаются Свободных столов практически нет на протяжении всего турнира А значит мы сделали, ну, хорошую работу И людям это нужно, наверное, если так, простыми, сухими Не сухими, а человеческими словами Извините, я немножко плыву, потому что Третья неделя организации турнира просто так не дается Ну, там вот твой, как сказать, забег спринтерский сейчас походит к концу Заслуженным отдыхом, я думаю, последующим При том, что, как бы, по сути, никого там из суперзвезд не привлекали Все, как бы, на отдыхе, сейчас не смогли приехать Все равно, как бы, то есть именно сама массовая Людей привыкла именно сама вот эта концепция, что можно поиграть Там, вовлечься, как бы, в эту всю движуху То есть тысяча человек, это чисто на турниры зарегистрировано Или ты имеешь в виду именно в топ Встал за стол и просто поиграл Я не буду сейчас брать, наверное, ничего из головы Я знаю, что порядка тысячи, а на самом деле Я буду рад с тобой поделиться информацией Я думаю, что всем будет интересно И участникам, кто смог прийти И вообще любителям настольного тенниса Будет интересно, сколько людей пришло И это мы увидим по турнировым таблицам Которые сейчас пока у нас, к сожалению, не доступны То есть это чисто там по ощущениям пока что Я думаю, потому что поток такой серьезный Все время новые люди приходят и встают Это причем только середина дня Только в заявках было 700 человек Поэтому я говорю тысячу Со скидкой, наверное, на 12 часов утра А, вот 700 человек чисто заявились на всю движуху Сколько примерно человек вообще задействовано Чисто как организаторы? Судьи? Сколько человек задействовано как организаторы? Судьи и так далее Сколько будет число примерно? Я думаю, что только судей задействовано 20 человек В команде организаторов, если брать всю команду А мы собирались, в общем-то, игроками, энтузиастами, любителями настольного тенниса На монтаж салона у нас было порядка 30 человек На организацию, конечно, меньше, но каждый занимался своей работой Мероприятие, такое мероприятие, конечно, провести Сказать тяжело или сказать непросто Это значит ничего не сказать, на самом деле И опыта такого ни у кого не было Мы рады, что у нас получается И главное, что это нравится людям Мне кажется, потом вот эту аудиторию Надо какую-то систему разработать, чтобы такая аудитория Которая приходит, чтобы она потом Как-то все равно не просто пришла и ушла А как-то вот сохраняла свое вовлечение Может какие-нибудь там рассылки по почте Например, про следующий турнир Там у нас либо чемпионат, там-то у нас то-то проходит То есть можно как-то людей все-таки не просто цепалять разочек А как-то их все-таки пытаться вовлекать на стольный теннис полностью Тем, на самом деле это классная идея Потому что все заявившиеся оставляли свои электронные почты Да, да, да Он приглашает нам пригласить И это будет проще В следующий раз пригласить участников мероприятия На, ну, мероприятия что-то там, да На все, что проходит Спортивный праздник подобного рода Конечно, там у нас нет задачи закидывать скламом Или что-то еще делать Но с точки зрения информирования и формирования базы людей, которым это интересно Да, спасибо, это классная идея Я думаю, мы над этим подумаем Ребята, если вы не против получать оповещение о том, что мы планируем или будем делать такие активности То мы будем очень рады Да, я думаю, может сработать Конечно, мы ждем обратной связи от вас А что вы думаете об этом мероприятии Нам интересно мнение участников Как вам это понравилось Конечно, не обошлось без проблем Потому что на старте у нас скопились очереди Для того, чтобы нам было необходимо верифицировать участников И подтвердить их участие Чтобы не проводить сетки по 128 человек С отсутствующими людьми За это возникли там очереди вначале, которые мы вот успешно попороли Но нам, поймите, нам надо было научиться Это классическая ситуация Те же народные игры там тоже самое То есть там как бы везде стоплотворение при таком количестве людей При такой массовости, да Мы пытались это сделать с помощью онлайн регистрации Но вот у нас Я думаю, что на следующем мероприятии мы проведем работу над ошибками, конечно Но в целом, мне кажется, этот спортивный праздник Турнир по настольному теннису на 130 столах Проходит со знаком плюс все-таки Да Как ты думаешь сам? Я согласен полностью А дальше вот Планируется, насколько я слышал, эти столы Развозиться там по всяким социальным учреждениям То есть вообще Есть какая-то там ее Понятная схема Как будет определяться, куда это поедет И куда вообще это поедет Где это будет стоять все? Да, ты прав, Тем Потому что изначально мы планировали закупить эти всепогодные столы Стартлайны И передать их социальным центрам Детским домам Домам престарелых И так далее Вот Сейчас Я думаю, что мы Честно говоря, ну вот я не очень компетентен в этом вопросе Есть люди, которые этим займутся Да, да Есть люди, которые этим займутся Да Они примут все заявки И произведут распределение И на самом деле это будет Это будет Делаться в открытую То есть Об этом будет информация Я думаю, что мы еще будем делиться новостями То есть об этом все желающие Они подают заявки И им отправляют столы То есть вот Кто входит в этот перечень социальных каких-то Да, да, да Все, кто входит в этот перечень Подают заявки Но видишь, тут какая ситуация Что не все знают про это мероприятие Ну вот да, тоже вопрос И что да, можно сделать эту опцию Поэтому Я думаю, что Мы будем действовать и сами тоже Я думаю, что мы будем действовать и сами тоже Ну да, потому что я думаю, опять же Если это расставить на каких-то зонах Где вот Чем больше людей будет возможности заниматься Настольным теннисом Потому что Это не настолько как бы затраты по площади Мероприятия Вот, да То есть стол можно практически везде В любом учреждении поставить И людей вовлекать там дальше Ты знаешь, Тём Вот как выяснилось На конкурсах Я проводил сегодня конкурсы Там мишень Сыграть с мастером Конечно Уже Готовы В мячи И видно, что люди Которые первый раз берут ракетку Тоже могут попасть И такие случаи были И на самом деле То, что в настольный теннис Может играть каждый Да То есть там базовые элементы Они как бы простые Как у меня была уверенность в этом Вот сегодня Я её в очередной раз подтвердил Что это у нас действительно Народные спорты Да У него условно легко начать играть Я сейчас Я тоже В него легко войти играть Получается При этом Потом можно развиваться Бесконечно Он очень сложно Но начать легко Верхнего порога нет Да Я полностью с тобой согласен Медль Чикоров Держится сегодня На этом событии Спасибо ему Спасибо Командный счет-то какой? 2-0 ведём пока 2-0 Надёжно? А до цехи играешь? Играем до трёх Оценка китайских теннисистов? У меня был молодой китайец Похоже делал самого сильного Подсунули мне как обычно 2-0 вел Самое прикольное Вот это вот Моё любимое Те, кто там Трёх Потом он меня догнал И чуть не обыграл Вёл 7-4 Но Был повержен На 7 очков Ветер домашний Московский Ветер домашний Московский Иногда предательский Иногда предательский Но ключевые моменты Всё-таки за себя За своих В пятом сете Дал всё-таки Ветер мне Так что нормально Плачут 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 Китайцы Протирали глаза Главное, что довольны борьбой Моё любимое Моё любимое